Витязь Круппопович будет настраивать свою команду больше на то, чтобы зацепиться за третью игру. Потому что если Майами сделает счет 2-1, то, я думаю, эта команда будет еще больше психологическое преимущество. И будет для Леброна Джеймса и других игроков Майами намного легче в том, сделать счет 3-1 и приехать уже на поле Сан-Антонио в ранге команды, которая почти выиграла эту серию. Поэтому, повторюсь, я думаю, что Попович будет сделать упор на третий матч и постарается зацепиться именно за эту игру. Что может помочь Сан-Антонио выиграть его? Ну, в целом, я считаю, что если они будут играть, как играли во второй игре, в защите они играли очень хорошо, они сдерживали Леброна, при том, что он набрал 35 очков, но свободы действий у него не было. Да, он попадал, все, что мог попасть, но это не значит, что против него защищались плохо. Против него защищались хорошо. Ленард, Грин, Диао, все равно Леброн есть Леброн. После того, что случилось с ним в первой игре, та судорога, которая у него была, она его мотивировала. Он вышел злой, он вышел настроенный на борьбу, на результат. И, прежде всего, конечно, его действия принесли мою им победу. Что еще может помочь Сан-Антонио? Ну, наверное, атака с периметра. Мы видим опять Дени Грин, который решил фактически исход первой игры в пользу Сан-Антонио. Сан-Антонио будет очень сложно вытащить хотя бы одну из двух игр. Но я считаю, что им вполне по силам сделать счет 2-1 в свою пользу или зацепить хотя бы четвертый матч и приехать домой уже при счете 2-2 и опять вернуть Рунчата на своей площадке. Витископ. Спортивное видео.